Грустная история о том, как мы собрались снимать пранк и попёрстать дождь. Не судьба. Судьба пранкеров. Не судьба. Нас просто так не сломать, Паша, мы сейчас всё сделаем. Вот эта заявочка. Нам дождь не страшно. У тебя же есть капюшон? Нет, вам не пофиг. Они его обуят. Телефон? Телефон? Телефон поснимали, да? Вчера купил телефон, пацан. Пранк снять решил. Реально? Сука, да. Пипец, забит. Бля, да пьёздовый мальчик. Блин, так это грустно. Надяга, ты с собой телефон вообще брал. Я вообще не знал, что он выпадет из кармана. Я специально ему внутренний карман положил. Чё ржёшь-то? Подожди. Подожди. Я ни разу в своей жизни не ломал, не разбивал телефоны. Ни разу. Как это не разу сейчас сломал? Пиздец. Да вот так вот бывает. Из карманов не несёт. Привет, друзья. Друзья, привет. Меня зовут Паша. Настю зовут Настя. Сегодня у нас отличная погода, поэтому есть повод с вами пообщаться. Сегодня наша тема это детство и вообще что из этого всего вышло. Расскажу про себя. Меня зовут Паша и звали меня тоже Паша. Жил я на Крахалях. Крахаля это в Перми как гетто. То есть приблизительно. То есть закан Крахаля это прямо гетто районы, особенно тогда были. Там вообще происходило жуть. Сами понимаете, 90-е годы в принципе были такие достаточно жуткие. Плюс этот район. Такая коротенькая история. Я когда выходил из школы, у нас был главный на районе такой молодой парень Минник. Он держал нашу школу и когда мы выходили из школы, он проверял у всех карманы и забирал все деньги и все конфеты и все что было вообще не приколочено и все что было ему интересно. Вот такая вот у меня была молодость. То есть стабильно выходя из подъезда у меня спрашивали дяденьки типа у тебя кто дома остался? Я такой как кто дома? И сами понимаете для чего это все делалось. Меня не раз обкрадывали цыгане. Меня в общем такое детство у меня было веселое и район у меня был веселый и начало у меня жизни было такое, которое сейчас воспитало во мне вот это вот понимание, что происходит вокруг на самом деле. Настя, коротко. Ну если про такие же истории как у Паши, то я росла в другом гент нашем городе. Ну это не гент, это центр, но такое знаете не очень хорошее место в том плане, что очень большое скопление таких гоповатых личностей. И я сама училась в самой обычной школе и там тоже было очень много такое скопление гопоты, было так называть это. И я сама стала такой же. Ну потому что это общество такое. И как бы было во мне такое, может сейчас тоже осталось. И это чувство бывает проявляется. Мне кажется. Это из-за школы. Когда-то я никому не рассказывала. Мы просто себе гуляли, гуляли. Было такое у нас место, это здание и там вокруг кусты, речка и там как бы пустырь. И мы почему-то постоянно с детьми там всегда с ребятами гуляли. Я не знаю почему. Мы как-то с сестрой шли и там в кустах русский девку насиловали. Это было ужасно. И все. Вот. И как бы знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что мы никому об этом не сказали. Мы просто пришли мимо и мы были мелкие, мы очень испугались. Мы просто подумали, может быть ее не насиловали. А потом, когда какая-то бабушка у нас там со двора это все увидела, все оказалось, что ее исчезали. А мы не сказали. До сих пор грустно. Какой-то дедушка-педофил, допустим, постоянно нас звал. Девчонки, придем я что-то покажу вам. Мы такие, ага, сейчас пошли с тобой. И так с нами постоянно вот такая всякая фигня происходила. Это очень страшно. Короче, 90-е годы, да. Угу. И наши с тобой районы это было нечто. Но сейчас, мне кажется, не такого. Сейчас, на самом деле, такого, конечно, нету. Но можно оказаться не в том время, не в том месте. Поэтому всем вам желаем. Следите вообще, где вы находитесь, кто за вами идет. В общем, следите. Хватит плохого. Давай хотим позитивное рассказать. Как учились в школе? Я учился в школе на стабильные одни тройки. В самом детстве я был немножко умный, а когда уже подходила ближе к восьмому классу, у меня началось осознание, что учеба не главное. Я училась плохо. Тоже училась. У меня были тройки, четверки, пятерки. У меня были все оценки. Но когда как бы за четверг у меня никогда не было двоек. Это сто процентов. Но были тройки. Потому что я не любила учиться. Ну, кстати, знаете, что я поняла? Что в университете мне больше нравилось учиться. А все почему? Потому что меня никто не контролировал. В школе очень большой контроль от учителей идет. А в университете ты сам себе принадлежишь. И получается, ты сам понимаешь, надо тебе это или не надо. И как бы ты выбираешь сам. А в школе у тебя такое, что тебе родители говорят, учись, иди делай уроки, иди делай то. И ты не понимаешь, зачем мне это надо. Это все. Дальше мы идем наше увлечение. У меня с детства было увлечение самое большое. Это футбол. Потому что меня мама отдала в секцию в семь лет. И с семи лет я занимался футболом. До тринадцати лет. И все, в принципе, я всегда был спортивным. Всегда за спорт. И вот эта вот тема вся волейбола, и футбола, и баскетбола. За все сборные. В общем, все, что касается спорта, было мое. Все, что касается учебы, не очень. У вас? Я спорт до сих пор люблю, любила и тогда. Потому что, знаете, как обычно бывает, кто плохо учится, то все в спорте хорошо. Вот это про меня. Если честно, мне очень грустно. От того, что я прямо так профессионально и ничем не занималась. Только танцы. Это уже был мой личный выбор, когда мне было лет 15 где-то, да. Я пошла танцевать и все. А так я занималась. И плаванием мне давали. И я занималась. Короче, везде и нигде. Везде и нигде, да. Потому что мне не нравилось. И как бы мама не настаивала на этом. Но это не очень правильно, я считаю. Потому что я мелко не купая была. Короче, ребята, кто молодежь, ищите свое призвание. Всегда думайте о том, чем вы хотите заниматься. Никогда не обращайте внимание на все вот эти вот речи ваших родителей и так далее. Вы в любом случае выбрать должны сами для себя, чем вы хотите в этой жизни заниматься. Хотите наркотики колоть? Ну, до свидания. Хотите спорт какой-то? Уйдите в спорт полностью. Посвятите себя этому делу. И оно обязательно вас отблагодарит. И в будущем вы станете достойным представителем земной расы. Хотите танцевать или петь? Идите, пойти, танцуете. Рисовать, идите, рисуйте. Все в ваших руках, понимаете. И во всех родах деятельности можно заработать деньги. Во всех родах деятельности, если вы идете по своему желанию, вы будете себя чувствовать в этой жизни намного круче, чем люди, которые идут на завод. Потому что им мама сказала, что нужно выучиться на эту профессию. Если у тебя будет нормальная зарплата и хорошие там пенсионные. Ребята, не думайте об этом. Думайте о себе. Вы созданы для того, чтобы кайфовать. Для того, чтобы именно любить эту жизнь. Если вы сейчас проживете свою жизнь для кого-то, в конце вы скажете, нахрена я вообще это все сделал. Короче, выбор всегда за вами, друзья. Мы вас любим. И верим, что вы все думающие хорошие ребята. И это, в принципе, видим в комментариях. Всем счастья, добра, друзья. И мы продолжаем. Мы едем сейчас в баньку. Вуу, банька. В такую погоду самое то в баньку сходить. А в фильмы уже после баньки попробуем. Нам посоветую. Погнали в баньку. Что, братишка, как в баню сходил? А? Охуенно, бля. Короче, у нас ничего не растопилось, только дым поднялся. А-а-а-а. Давид, ты такой банщик века. Бля-а-а. Времени уже ночь. Мы только дыма здесь разогнали. История о том, как не надо брать Давида с собой в баню. Съездили мы, можно сказать, в баньку. Ой, попарились вообще. Напарились. В карты раз 20 успели сыграть. И баня не затопилась. Мы поехали домой. Короче, сегодня вообще не наш день. Сегодня разбили телефон. Поехали в баню, не сходили в баню. И погода просто шик-мандар. Сегодня в честь того, что мы раскрывали наши детские секреты, вы наверняка сравнили их со своими детскими воспоминаниями. А подумать вам нужно, посмотрев фильм про «Эклим по мечте». Он очень такой странный фильм, но Паша досмотрел его до конца. Сказал, что есть суть. Да, у него есть очень большая суть. Если вы ее поймете, вы обязательно ее поймете, то все у вас сложится в жизни. Обязательно посмотрите, если не смотрели. Всем спасибо. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Нормально. Все будет вообще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok